Привет! У нас сегодня ответственный день. Я вам обещала снять репортаж из медицинского учреждения с очень хорошим детским доктором-эндокринологом. И сейчас мы как раз таки пришли на место. Вот мы в гостях у доктора-эндокринолога. Тут все очень серьезно. В верхней одежде мы не входим. Это вторая детская городская больница. И сейчас мы с вами зайдем... Наконец-то из темноты, свет. Медицина это свет. Немножко о вас рассказала, что доктор-эндокринолог, детский врач-эндокринолог, которому я доверяю. Самое дорогое, что у меня есть, это моих детей. По-моему, это самая большая степень доверия. Добрый день! Я действительно доктор-эндокринолог. Работаю во второй детской клинической больнице. Работаю уже в эндокринологии более десяти лет. Раньше работала в отделении, где ложились дети на госпитализацию и обследование. А сейчас он был на амбулаторном приеме в нашем городском эндокринологическом детском центре. И сегодня мы зададим такие самые интересующие нас вопросы. Это по поводу детской омеги и по поводу наших детских волновских витаминов. Что в первую очередь не только мне, конечно, но и нашим зрителям о том, рекомендуете вы данный продукт. И если рекомендуете, то почему вы его рекомендуете? Вообще, я часто приходится на приеме отвечать на вопрос. Какой-нибудь препарат, который бы помог моему ребенку быть более энергичным, лучше усваивать знания в школе или помог решить вопросы с весом, или помог решить вопросы с ростом. На самом деле, хочу сказать, что чудо-таблеток не существует. Но если вы реально хотите помочь своему ребенку, то я очень люблю рекомендовать препарат омега-3, более ненасыщенные жирные кислоты. Препарат один из самых достойных. И недаром во всем мире, по сути во всем мире, во всех развитых странах мира идут даже государственные программы по употреблению, по рекомендации детям омеги-3. Почему именно омеги-3? Ну, вы великолепно знаете, что есть и омега-6, и омега-9. Но у нас в стране, как и в ряде других стран, сложилась ситуация, когда не хватает именно омеги-3 полиненасыщенных жирных кислот. Потому что мы много едим растительного масла, и совершенно мало едим рыбьего жира, рыбы, морской рыбы. Почему именно морской рыбы, подчеркиваю? Потому что именно в морской рыбе концентрация соотношения омеги-3 и омеги-6 такая же, какая у нас в тканях головного мозга. Вообще, часто говорят, я жиры не ем, я жиры ограничиваю. На самом деле, абсолютно неправильная позиция. И даже людям с избыточной массой тела нельзя полностью ограничивать жиры. И наш головной мозг, ну, кто не верит, пожалуйста, зайдите, загуглите проблему. Он состоит в основной своей части из жира. И огромное количество этого жира приходится именно на омегу-3. Поэтому она нам столь и необходима. Если вы хотите вот своему ребенку создать хороший старт перед школой, хороший старт перед школой, то обязательно в августе месяце мы даем обязательно август месяц, хотя это и лето. И вместе с тем мы в этом месяце должны начинать прием омега-3 препаратов. И в этом же месяце лучше всего начинать и витаминные комплексы. Почему? Потому что таким образом мы с вами создаем запас к 1 сентября. 1 сентября дети идут в школу, режим дня меняется, нагрузки возрастают. И начинать в октябре хвататься и что-то делать будет уже поздновато. Поэтому не забывайте об этом препарате. Я его рекомендую почти всем своим пациентам. Уже какую форму они выберут, это их выбор. Но я конечно сторонник жидкой формы. Почему? Потому что во-первых в Беларуси это единственный препарат, который разрешен для детей старше 3 лет. И здесь это написано. Мне это очень нравится. Потому что дозы, которые продаются в капсульных препаратах, в капсульных формах, они чаще всего идут детям от 14 лет. А до 14 лет мы должны с вами вырастить наши детей максимально здоровыми. Второй момент. Конечно, всегда, когда вы покупаете препарат омеги-3, нам важно, сколько омеги-3 находится, именно омеги-3 находится на единицу объема. И вот здесь всегда не поленитесь. Любой препарат покупайте. Посмотрите ту циферку, которая там написана. Написана. Обведена, да. То есть она даже обведена. То есть очень-очень важный момент. Почему? Потому что вы можете купить рыбий жир и в нем не будет омеги-3. Понимаете? А нам надо именно, чтобы эти кислоты были в препарате. Поэтому здесь оптимальная доза 1500 мг на единицу, на 5 мл на единицу приема. То есть это доза адекватная для детей. И она помогает справляться с рядом неприятных моментов. Где еще у нас омега-3 служит, кроме тканей головного мозга? Это, конечно, выработка серотонина, выработка допамина, гормона радости, гормона счастья, гормона страты ума. Если ваш ребенок не спит в период с 10 до 12 вечера, то, поверьте, выработка этих гормонов у него будет снижена. Потому что это тот период, когда максимально вырабатываются эти гормоны. Поэтому обязательно в этом случае ему нужно рекомендовать омегу для того, чтобы каким-то, хотя бы каким-то образом попытаться восполнить недостаток этих витаминов. Память, внимание, способность к мышлению. То же самое это все дает нам омега-3. Что еще? Ну, понятно, что сейчас, к сожалению, очень много людей с нарушением жирового обмена. В том числе и детей. Очень много детей с ожирением, очень много детей с высоким уровнем холестерина, с высоким уровнем триглицеридов. Поэтому, что мы можем дать? Из всех препаратов, которые есть у нас с вами на рынке, именно омега-3 это тот препарат, который вам поможет. Потому что он разрешен детям. У него хорошая дозировка. И он, что мне очень нравится, он продается официально в аптечной сети. То есть вы пришли в аптеку, купили и получили от него эффект. Конечно, всегда говорю, что эффект глупо ждать от приема 3 дня, неделю. То есть я рекомендую всегда не меньше 3 месяцев. Есть ситуации, когда и больше, и таких ситуаций даже больше. То есть если вы хотите решить проблему с ожирением, то конечно, это 6 месяцев. Конечно, это плюс диета, плюс физические нагрузки. Но это тоже помогает отстроить, нормализовать жировой обмен у вас или у вашего ребенка. Где еще? Ну, детям с задержками темпом просто. Часто родители волнуют этот вопрос. Едут за какими-то чудо препаратами и в Россию, и в другие зарубежные страны. В то время, как можно прийти в аптеку, я не помню сколько аптек у нас в Республике Беларусь. В Минске 4. В Минске, видите, уже 4. Нас смотрят не только жители Беларуси, но и Россия, и Украина. Там это еще проще приобретается. Великолепно. Поэтому у вас есть великолепный вариант прийти официально купить не из-под полы у кого-то, а официально приобрести этот препарат. Что еще? Когда можно еще Омегу назначать? Когда еще можно назначать Омегу? Я никогда не понимаю, а что летом, кроме витамина С, в нашем рационе меняется. Ну, вот вместе с тем, почему-то бытует такое мнение, что летом вообще жизнь хороша и без каких-либо приемов препаратов. Поэтому в августе это просто, я считаю, просто обязательно. Хотя, честно говоря, мои дети пьют постоянно. Потому что, ну, школа, знаете, как восьмой класс, огромное количество нагрузки, огромное количество предметов. И наизусть надо учить, и вообще средний балл хочется иметь хороший. Поэтому мои дети пьют этот препарат круглогодично. Как употреблять? Он жидкий и... Ой, я, наверное, слабая, не могу открыть. И не надо открывать чужой препарат. Так, тогда такой вопрос. Ну, я, как видно, да, не сильно большим ожирением. И дети у меня такие же. И меня, как маму, которая услышала информацию, что данное средство способствует снижению веса. Вот я сейчас задам вопрос, не растворится ли мой ребенок в воздухе, когда он пьет Омега? Он пьет. Я, если вы слушали меня правильно, я сказала, он нормализует жировой обмен. То есть удивительное свойство. Его можно рекомендовать и детям с дефицитом массы тела. Потому что это будет способствовать, как ни странно, увеличению массы тела. И детям с избытком массы тела для снижения массы тела. Это именно идет нормализация жирового обмена. Это не чудо препарат, который только для крупных, толстых детей, если так можно говорить в отношении детей. Но и для тех, кто просто хочет нормализовать жировой обмен. Понятно. То есть я могу не бояться за себя и за свою семью. Нет, абсолютно. Нам очень хорошо. Меня всегда, я говорю, радует очень, что препарат сертифицирован, лицензирован на территории Республики Беларусь. И поэтому мы совершенно спокойно его можем рекомендовать к употреблению пациентам. Причем с очень раннего возраста. С трех лет. Здорово. Ну, то есть мы и так все семьи употребляем. Но вот меня интересовал вопрос, именно не похудеем ли мы еще. Нет, не похудеть. Да, очень важный момент, еще не сказала. Это влияние и укрепление сетчатки глаза. Вы наверняка слышали про это свойство. Да. Поэтому... Я даже знаю, что он влияет на центральное пятно. Да, да. Есть такое дело. И смотрите, ну, такой вот сейчас век, да. То есть век этих гаджетов, компьютеров, сотовых телефонов, что там еще есть. Дома масса всего. Вот. Ну, понимаете, забрать у детей это нереально. Ну, согласитесь со мной. Все равно мы не можем лишить их всех вот этих прелестей цивилизации. Поэтому наша задача как родителей защитить каким-то образом наших детей. Например, с точки зрения профилактики заболевания глаз, в том числе и близорукости, снижения остроты зрения, омегу-3 тоже можно рекомендовать. Потому что да, он действительно влияет на глаза с очень положительной точки зрения. Ну, спасибо. Я, конечно... Ну, я и так принимаю. Но сейчас я буду даже знать, что в 10 часов надо вырубать ребенка, чтобы радости у него образовывалось гораздо больше, чем есть. Это не только детей касается, вообще-то это касается и взрослых тоже. А, да, ясно. Значит, будем вместе ложиться спать. Ну, и тот препарат, который в моей семье его как бы, ну, нет, потому что мы все уже выросли из этого препарата. Вместе с тем вопросов у меня много. Ну, это наш, я покажу, волоскиц детские витамины, которые на белорусском, на белорусский рынок имели второе пришествие, слава Богу. Хотелось бы ваше мнение именно как врача услышать о данном препарате. Что могу сказать? Прежде всего, да, то есть когда мы открываем и достаем, да, вот видите... Они некрасивые. Они некрасивые, да, они какие-то серенькие, невзрачные. Но это большой плюс. Потому что все, как правило, аллергия развивается у пациентов не на витамины, а на те оболочки, на те красящие вещества, которые имеют в своем составе витамины. Так вот, что мне прежде всего нравится как педиатру в этих витаминах, это то, что они, ну, да, серенькие, невзрачные, не растворяются, не дают шипучего эффекта. То есть это говорит о том, что здесь идет минимум аллергизирующих факторов. То есть для нас с вами это большой плюс. Потому что мы и так получаем с вами количество аллергенов и с едой, и с питьем, и с воздухом, огромное количество. Чем меньше мы детям их даем, аллергенов имеется в виду, тем лучше для наших детей. У меня вот сразу, пока я не забыла, да, то есть я омегу-Q, но лучше я сейчас задам этот вопрос. Именно потому что вы эндокринолог. Здесь есть подсластитель, который называется декстроза. Можно ли, поскольку детей с диабетом или с преддиабетом, ну, вы знаете, сколько их много, и не будет ли это вызывать подъем сахара в крови? Многие родители боятся подсластителей витаминах. Они не боятся их в печенье и в конфетах, но в витаминах очень боятся. Ну, во-первых, сразу скажем, что это сахарозаменитель, это не глюкоза, это раз. А сахарозаменители, как вы знаете, в принципе, не запрещены, в принципе, не запрещены для пациентов с нарушением углеводного обмена. Пациенты с нарушением углеводного обмена. С сахарным диабетом. Вот, вы нам, обычно люди, переводите на русский. Хорошо, вот, это один момент. Второй момент, его доза столь мизерна, что повлиять каким-либо отрицательным образом на уровень сахара в крови у пациента, ну, не знаю, мне кажется, это просто нереально. А еще такой вопрос, который, ну, в интернете очень много такого, что витамины мухи отдельно, а котлеты отдельно. Витамины пьем отдельно, минералы пьем отдельно, что-то утром, что-то вечером. А тут все как бы в одной таблетке. То есть, вот, у меня, например, часто спрашивают, как это все, а вот говорят, что нет. Что вы по этому поводу скажете? Я по этому поводу считаю, что за нас ответ дала природа. Потому что, как ни странно, мы кушаем, да, вот, не отдельно. У нас, если посмотреть, как кушают наши люди, тут у них и варенье, тут у них и печенье, тут у них и мясо, и все вместе. И как ни странно, это все в большей или меньшей степени всасывается, да. То есть, я считаю, что это в большинстве случаев рекламный ход. Я только хотела спросить, это, наверное, маркетинговый ход. Нет, это рекламный ход, когда компания, видимо, каким-то образом не может совместить технические, технологические, скажем так, все в одной таблетке. Вот, потому что многие препараты делаются и помещаются в специальные, как сказать, такие оболочки, которые у нас растворяются по ходу кишечника. Ряд оболочек растворяется в верхних отделах кишечника, где всасываются эти вещества, которые были в этих оболочках. Ряд оболочек растворяются ниже, ряд в нижних отделах тонкого кишечника. И, соответственно, всасывания, конкурентного всасывания не будет, потому что наш кишечник огромной длины, и если что-то всасалось на первом метре, то оно никак не помешает всасыванию на последнем метре тонкого кишечника. Совершенно спокойно с этой точки зрения, говорю, народ же не смущает их еда, картошки с котлетами и с салатом одновременно. То есть все это имеет место быть. Опять же, например, вареники с вишней и со сметаной тоже не смущают, а вроде как должны, по идее, мешать друг другу всасываться. Поэтому нет, я лично для себя расцениваю это как рекламный ход, и большой плюс, что вот эти витамины, они в одной таблетке, потому что выпить одну таблетку гораздо проще, нежели помнить о том, что ты должен выпить утром, в обед и вечером. Еще такой вопрос. Я читала, что, ну, во-первых, что есть витамины, понятно, вот те, которые природа вырастила, да, там, или они выросли, или бегали, ну, то есть каким-то образом, таланом природа. Есть совершенно химические, а вот про эти, что Wellness Pack, что Wellness Kids я читала, что это витамины, которые производятся методом дегидрацион, короче, методом дегидратации из, ну, природных каких-то, там, из овощей, из фруктов, из бактерий специально для группы В. Ну, чем это для нас может быть лучше, чем, например, те витамины, которые химические? Ну, во-первых, потому что они генетически ближе к нам, потому что наш организм, он привык получать, все-таки, если вспоминать миллионы лет назад, как люди, как они получились, я не знаю, как сказать, люди откуда взялись? Ну, это как вопрос, что было раньше, курица или яйцо? В общем, это взялись. Да, откуда-то взялись люди миллионы лет назад, и их кишечник, и желудок, и вообще весь желудочно-кишечный тракт, он привык получать микроэлементы и витамины в определенных количествах из определенного количества пищи. Тогда витаминов не было никаких. Были, что там были, были динозавры, были какие-то коренья, корешки. Ну, а в лучшем, наверное, доктором тогда жили, наверное. Спасибо, спасибо за комплименты. Я просто поищена Вашей оценкой. Поэтому, вот тогда сложилась потребность нашего организма в витаминах. И тогда же были созданы ферменты, ну, генетически в нашем организме. Сформировались. Сформировались ферменты, которые и переваривают природные вещества. Но, опять же, если мы с Вами съедаем апельсин, извините, он в организме проходит вот этапы очистки, этапы обработки, и из него достается тот самый витамин С, который потом будет всасываться и идти в работу. Правильно? Апельсин же не всасывается. Это вообще, это сложнейшее. Наш организм, я почитала. Это лаборатория физическая. Мы глупые относительно нашей клетки. Да. Поэтому, на самом деле, мы заточены под всасывание природных всё-таки витаминов. Правильно? То есть, я перевожу теперь простой язык мамочки. Моему ребёнку вот витамины эти, их влияние на организм будет более существенное, чем витамины химические. Конечно, потому что они получены у нас из природных веществ. Хорошо. Мой ребёнок не пьёт Кока-Колу, не ест чипсы, он даже, в общем-то, раздельно питается. То есть, у нас зерновой завтрак с кисломолочными продуктами, у нас нормальный суп, если мясо и рыба – это отварное, паровое. И на ужин овощи, ну, в общем, нормально питается, да, 500 грамм овощей, ну, вернее, овощей может быть не 500, но 300-400, 500 грамм фруктов, возможно, однообразных, бананы, киви, апельсины, яблоки. Нужно ли такому ребёнку, за питанием, которого я очень тщательно слежу, пить на регулярной основе мультивитаминные, мультиминеральные, витаминно-минеральные комплексы? Я считаю однозначно, да, как это грустно не звучит. Нет, это не грустно звучит, просто я понимаю прекрасно, что этим количеством, скорее всего, он не доберёт. Смотрите, я всегда люблю приводить пример по витамину D, да, чтобы получить суточную норму витамина D, нам надо съесть 2 пачки сливочного масла в день. Кто из нас это съедает? Что там всё печально? Вы съедаете? Нет. Вот. Мы 2 пачки съедаем месяц, наверное. Причём всей семьёй. Всей семьёй. Если взять группу витаминных... А больше ничем не заменить? Ну, можно, конечно, заменить, но это идёт пересчёт на рыбу, там ещё больше. На солнце мы, к сожалению, тоже у нас как-то с солнечными днями в Беларуси как-то немножко вот тоскливо, что-то вообще солнце нам унесет. То есть, понятно. Если брать, например, хлеб, да, то даже 1 кг в день, чтобы получить витамины из хлеба, вам недостаточно, чтобы получить суточную дозу. Понимаете, ещё раз говорю, мы генетически все как заложились миллионы лет назад, и тогда люди ели гораздо больше, потому что они гораздо больше потребляли энергии. Нужно было и согреться, и динозавра достать, и словить, и так далее. На самом деле сейчас мы так не двигаемся. Динозавры лежат на полках. Зашёл в магазин, и лежат динозавры. Такое впечатление, что они ещё с тех времён лежат, когда, ну, когда вы помните это. Поэтому я всегда говорю, вот любят ещё, у меня как раз, кстати, сегодня пациенты на приёме, мы обсуждали такую тему, блины, да, вот блины в рационе детей. Сколько блинов надо давать детям, как вы считаете? Я считаю, что не нужны детям блины, но только для удовольствия. Блины надо давать раз в неделю, как я даю своему ребёнку, для удовольствия. Вот, я тоже считаю, что блины – это не та пища, которую мы должны есть каждый день. И если мне начинают рассказывать о том, что блины – это крестьянская пища, всегда вспоминаю, если брать... Они были на масле, это только. Если даже брать крестьянскую пищу, дети в 18-19 веке как рано начинали работать. Ну, в первых – работать, во-вторых, там был естественный отбор, мама рожала каждый год, что выжила, то выжила. А у нас же сейчас, если двоих или троих родил за всю жизнь, так и хорошо, конечно, трясёшься и блинами будешь кормить. Нет, у меня сегодня на приёме был папа многодетный, у которого трое детей, и он мне сказал, у меня есть чёрный юмор, у нас же их трое, одним больше, одним меньше. Да, нет, ну, я думаю, это, конечно, чёрный юмор. У меня вот ещё один вопрос. Витамин К. Я больше не встречала в детских витаминах, я подготовилась к нашей встрече. Витамин К – это очень важный витамин, это очень важный. На белорусском рынке, не знаю, как там на всех остальных рынках, но на нашем рынке, в аптеках не продаются. В взрослых есть, в детских нет. И если я встречаюсь вот с мамой, которая тоже, ну, как условно говоря, прошаренная, она говорит, а зачем здесь витамин К? Ну, я говорю, К – это кровотворение. Ну, конечно, хотелось бы ещё мнение всё-таки. Витамин К – это очень важный витамин, который мы должны потреблять обязательно. И витамин К, тут ещё фишка какая, он же растворимый витамин, поэтому он и всасываться будет у нас тогда, когда он, кроме того, что с… Кстати, где задержится витамин Камарина? В капусте. А ещё? В капусте. А ещё? И ещё в капусте. Я больше не знаю, где. Ну, а зелень всякая. Так, это всё капуста. Я знаю. Ну, это зелень, зелёный. Как капуста, я у меня на ассоциациях, как кровь, капуста, сизерей, петрушка, все эти вот, что там у нас, укроп, да? Нет, ну, там всё, крес, салат, например, рукола. Вот, рукола у меня сегодня, кстати, на ужин рукола с укропом, с помидором, с моцареллой. Очень хороший вариант. Сколько по весу вот вы планируете съесть сегодня руколы? Руколы, ну, у меня вот такой пук. Ну, там ещё столько. Пук сколько весом вот этот пук? Наверное, грамм 400. Это на одного человека, на троих? На троих. Ну, плюс ещё у меня же там укроп, у меня там ещё пучок, пук сельдерей, не пучок, у меня пук сельдерей. Ну, давайте так, даже помидор. Не, я понимаю, что даже переживать много. Даже если вот 600 грамм там в сумме зелени зависит, то на человека это получается 200 грамм. Чтобы получить суточную дозу витамина К, мы с вами, первое, должны съесть не меньше килограмма вот этой капусты всякой, как Марина говорит, всякой зелени. Второй момент, это всё должно быть правильно заправлено, то есть, поскольку помним, что это жирорастворимый витамин. Следующий момент, это всё должно быть хорошо пережёвано, потому что это не глотается, извините, целыми кусками, потому что оно точно так же и выйдет, и без всякого переваривания. Правильно я говорю? Да, ну, только кишечник почистит. Ну, бонус будет, конечно. Это тоже, конечно, хорошо, это, учитывая, что белорусы клетчатки не добирают в своём рационе, это тоже будет полезно. Но, как бы, чтобы мы получили оттуда эффект, чтобы оттуда что-то всосалось из этого веточки укропа, то его нужно очень хорошо прожевать. Обычно, вот просто словите себя, когда вы будете оживать зелень, петрушку, сельдерей, укроп, как вы её едите. У вас всё станет на свои места. Мы, к сожалению, её не жуём до такой тщательной каши, которую нужно было бы проглотить. Я сейчас делаю по-другому. На завтрак себе, правда, и сыну, только муж уходит. Как ты? Сельдерей, нет? Сельдерей, туда петрушка, туда укроп, и туда киви, ну, то есть вот в таком виде, и туда обязательно банан. И всё это на блендере. Да, и у меня вот ребёнок ест вообще это зашибись просто. Вот он может съесть, я делаю где-то 800 грамм, 400-400, но мне остаётся где-то 300, а ему 500, потому что я больше не отдаю, я же сама не скачу. Но я реально понимаю, что килограмм, конечно, нет. Да, мы видим, что ребёнок вас объедает. Объедает, да. Объедает. Нет, на самом деле, если вы делаете на блендере замечательно, это очень хорошо, этот коктейль, он очень полезный, но хотелось бы всё-таки, чтобы килограмм был. Вы съедите килограмм? Нет, нет, ну, это один килограмм, это же финансово просто, ну, у меня огорода своего нет, если 3 килограмма зелени на каждого, пучок стоит почти доллар, 100 грамм. Будем работать на зелень. Да, конечно, стоит у меня задача работать на зелень, но пока доработаем до пучков по килограмму, вот, но потом боюсь, что работать будем, ну, они же ещё и послабляющие, их такое количество зелени имеют. Буду, это, с компьютером заходить в кабинет, и кабинет у меня станет сразу, всё-всё, два в одном. Вот, ну, это, конечно, я лично понимаю, что вот эта штука классная, нашим зрителям, что я ещё подаю, ещё не всё, нет, ещё не всё, тут есть ещё очень важный момент, во-первых, мне очень нравится по кальцию здесь, 20 кальция миллиграмм, это очень важно, потому что, почему маленькая такая фишка, очень часто родители говорят, мой малыш плачет, мама погладь коленки, погладь ножки, болят ножки, и родители не обращают внимания, что дети, они это связывают с какими-то страхами, с какими-то эмоциональными составляющими, не обращают внимания. Я бы думала, что это боли роста. Ну, не все же такие умные. А, да? Да, народ-то не связывает ситуацию роста своего ребёнка и вот с такими болями, бывают и какие-то судорожные подёргивания в икроножных мышцах и так далее. То есть, обращая внимание, 120 миллиграмм кальция, великолепная доза, которую только можно рекомендовать малышам возраста, видите, написано, для детей старше 3 лет, тоже немаловажный момент. То есть, вот это совершенно спокойно, мне вот это очень радует, что по кальцию здесь хорошо. Потом магний, хром. Вы знаете, что хром – это такой важнейший микроэлемент, который входит в состав рецепторов, которые чувствительно отвечают за чувствительность к инсулину. И иногда дефицит хрома может провоцировать развитие даже углеводного обмена сахарных диабетов. Ожирение, да? Я просто это. Да, и ожирение в том числе. Поэтому хром, если вы посмотрите, на самом деле очень мало витаминов, которые имеют в своем составе хром. Поэтому вот мне это очень нравится. Я знаю, где содержится хром. Где содержится хром? В устрицах. В маминусках разных. Ну, то есть, у нас нет возможности это кушать. Про хром я слышала. Ну, как-то с хромом, да, у нас в стране... Я знаю, хром еще и на потенцию влияет. Ну, это, понятно, не для детских витаминов важно. Но, тем не менее... Я предлагаю на тему хрома взрослых витаминов встретиться отдельно и обсудить. Я только хотела спросить, могу ли я еще раз посетить вас? Меня теперь интересует... То есть, уже не с двумя баночками, девочки, мальчики. Уже в следующий раз я приду, лучше подготовившись. Я возьму Велдраспек. У нас есть протеиновый коктейль, протеиновый суп и астексантин. Если это все мы будем дегустировать, пожалуйста, приходите. Конечно. Подождите, я еще вам не рассказала. Все, я понимаю, что это... Я заканчиваю. Но, смотрите, 75 миллиграмм йода для Беларуси, которая у нас эндемична по йоду, это очень важно. 75 миллиграмм. А теперь переведите, что такое эндемичная по йоду Беларусь. Ну, для простых людей. У нас в почве, а, соответственно, и во всем, что растет на этой почве, просто не хватает йода. А я слышала, если йода не хватает, может страдать умственная деятельность. То есть ребенок может быть глупым. Это правда? Ну, во всяком случае, память и внимание, да, они будут страдать. И это ведет к развитию, снижению функции, патологии щитовидной железы, всяких ее болезней, в том числе, к нарушению функции щитовидной железы. Поэтому хотите, чтобы ваш ребенок был здоровым? Во-первых, посещайте эндокринолога хотя бы иногда. Правильно? Да. Надо посещать эндокринолога. Надо обязательно. Ну, я не знаю, детям может быть и два раза в год, но взрослым раз в год сдать надо анализы. Знаете, на техосмотр машинку. Чем старше машинка, тем чаще на техосмотр. Ну, вот с детьми, наверное, там молодую машинку надо часто. Ну, давай отдельно обсудим про детей, как нужно их показывать, вообще, что может быть, кто-то эндокринолог. Может, люди не знают, кто-то эндокринолог. Ну, сейчас мы расскажем тогда. По витаминам. То есть, я получаю ваше добро на то, чтобы я пришла с продуктами, вы продегустируете и дадите. Я вообще люблю дегустацию. Я могу так сделать. Я вам дам продукт для изучения дегустации и через неделю по ряду вы мне выдастите свое резюме. Для наших дорогих подписчиков, зрителей, я хочу сказать, что вопросы, которые у вас возникли после просмотра данного видео, либо возникли вообще касаемо wellness продуктов, омеги детской или wellness пака и остальных продуктов, вы можете задавать в комментариях. У меня есть уникальная возможность передать эти вопросы Татьяне Викторовне Подольской и получить от нее компетентные ответы. То есть, это будут не мои ответы. Но можно их заснять. Да, мы, кстати, по вашим вопросам я могу сделать отдельный совершенно ролик. И я думаю, что вопросов очень много. Задавайте, пишите, и вам же будет и полезно, и интересно. И самое главное, пусть вы и ваши дети будут всегда здоровы. До новых встреч. До свидания.